Приветствую всех, дорогие друзья, в этот субботний день. Пусть Господь благословит нас сегодня быть искренне ищущими Его, искренне желающими познавать Его волю и следовать ей в нашей жизни. Сегодня мы находимся с вами накануне особого праздника, который будет праздновать практически весь христианский мир, православный мир. И мы знаем, что это праздник Пасхи. И сегодня вместе с вами хотелось бы, открывая Библию, открыть, что же такое настоящая библейская Пасха для христианина и как ее необходимо праздновать. Скажите, важен этот вопрос? Да, действительно. Если Библия является основанием нашей жизни, фундаментом, то это очень важный вопрос. Конечно, есть большая опасность, что вместо Библии займут в нашей жизни какие-то человеческие представления и традиции о том, как нам нужно праздновать тот или иной праздник, как нам служить Богу, как нам исполнять Его волю. Но для искреннего христианина на первом месте, конечно же, всегда будет Слово Божье. И само еврейское слово Пасха, оно означает пройти мимо. Так как это неудивительно, но Библия открывает нам происхождение этого слова, то есть его значение. Это не просто какие-то куличи, яйца и что-то еще тому подобное, но это был жизненно важный вопрос для евреев, которым Господь повелел праздновать Пасху. И поэтому сегодня мы с вами, исследуя эту тему, мы будем говорить о том, что произошло, что вообще произошло во время первой Пасхи в Египте, которую Господь повелел праздновать своему народу Израиль. Что Пасха символизирует в Библии во Дне Христа? И как мы должны праздновать Пасху сегодня? Давайте мы вместе, открывая Слово Божье, будем искать ответы на эти важные вопросы. Итак, что же произошло во время первой Пасхи в Египте? Слово Пасха, еврейское слово Пасах, от которого происходит сегодня русское слово Пасха, означает, как уже мы выяснили с вами, пройти мимо. Что же значит пройти мимо? Это значило, что Бог прошел мимо домов тех людей, которые помазали двери этих домов кровью пасхального Агнца, который символизировал будущего Агнца, Божьего Агнца, Иисуса Христа, пролившего свою кровь за грехи всего мира. И те люди, которые не сделали этого, а это были египтяне, которые не хотели поступить по Божьей воле, которые не хотели отпустить Божий народ из Египта, они заплатили за это очень высокую цену. Как мы знаем, это цена, это были первенцы, то есть первые рожденные в семье сыновья. И эти первенцы все до единого погибли в Египте. Но в семьях Израиля жизнь этих сыновей была сохранена. И сегодня, размышляя над глубоким смыслом этого библейского праздника, установленного Богом, мы понимаем, что был в свое время истинный пасхальный Агнец. Это был Сын Божий, это был первенец, мимо которого Бог не прошел, потому что этот первенец, Он отдал за нас свою жизнь, Он пролил за нас свою кровь, чтобы мы сегодня могли жить, чтобы мы сегодня могли иметь жизнь вечную. В исходе 12 главе с 12 по 13 стих мы находим описание того, как Господь повелел своему народу израильскому праздновать Первую Пасху. Итак, исход 12 глава с 12 по 13 стих мы прочитаем. «Господь сказал, а я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Мы знаем, что эта мера, на которую был вынужден пойти Господь, это была действительно уже высшая мера, потому что все другие способы, которыми Господь пытался достучаться до сердца фараона, когда Господь действительно умолял этого человека не сопротивляться, но отпустить с миром народ израильский, чтобы этот народ мог служить истинному живому Богу, эти меры никак не помогали и никак не убеждали этого гордого языческого правителя. И Господь, прежде чем выполнить эту высшую меру, Господь предупреждал, какие будут страшные последствия. Но, как мы знаем, гордость взяла верх над этим человеком, он не послушал и заплатил такую высокую цену, потому что и в его семье, в своей семье, он потерял также своего сына, своего первенца. И Господь обещал, что его народ не коснется этой язвы, что его народ, который с верой выполнит божественные условия, то есть помажет кровью двери своих домов, косяки, перекладины в их дома, это поражение не проникнет. И каждая семья была предупреждена, что они должны будут сделать. Как мы знаем, как здесь описано в книге Исход, должен был быть взят ягненок или козленок, то есть это было достаточно молодое животное, то есть это было лучшее животное, и оно не должно было иметь каких-то недостатков, каких-то пороков, то есть оно должно было быть отделено для Господа, для служения ему. И отец семейства должен был принести, можно сказать, в жертву это животное, то есть лишить его собственноручно жизни. Потом кровь, которая вытекала из раны этого животного, этой кровью нужно было омочить из соп, то есть это было такое губчатое растение, наподобие моха. И этим и сопом, погруженным в кровь, должны были быть помазаны косяки и перекладины дымов израильского народа. И кроме того, они должны были не просто смотреть на мясо этого животного, они должны были его испечь, и они должны были его есть печеным, с, как мы знаем, горькими травами. То есть это было далеко от какого-то удовольствия. То есть это все им напоминало о той высокой цене, которая должна будет быть заплачена за их освобождение. Это все напоминало о той высокой цене, которую Отец Небесный должен будет заплатить за освобождение своих детей с этой грешной земли и из-под власти сатаны. И действительно, это все должно было происходить ночью, с поспешностью. То есть там не было никаких слов о комфорте, удобстве. То есть они это делали стоя, очень спеша выполнить это Божье намерение, чтобы вовремя закончить это празднование, закончить этот Богом установленный обряд, чтобы когда ангел будет проходить, чтобы они были уже приготовлены, чтобы все условия были выполнены, и их жизни, и жизни их детей были бы сохранены. И вот впоследствии Господь повелел после освобождения народа из рабства египетского как памятник об этом освобождении. Он повелел им каждый год в определенное время, в одно и то же время праздновать этот праздник. И мы читаем дальше в книге Исход 12 главе. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте воный праздник Господу, во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Итак, этот праздник должен был стать постоянным напоминанием о том, какой высокой ценой Господь совершил освобождение народа из рабства. Но кроме того, что это был Богом установленный памятник, указывающий на чудесные, божьи деяния в жизни своего народа в прошлом, этот праздник должен был быть указателем на будущее, то есть на будущее события, которые должны будут произойти в свое время на этой земле. То есть этот праздник указывал также на будущее освобождение Христом человечества от рабства греха. И в первом послании Коринфянам, в пятой главе, в седьмом стихе, апостол Павел связывает воедино то, что совершал народ израильский в древности по Божьему повелению, не то, что совершил Христос. В первом послании Коринфянам, в пятой главе, в седьмом стихе, Павел пишет, что Пасха наша – это Христос, и Он заклан за нас. И Христос действительно пролил свою кровь ради каждого из нас. Так же, как проливалась кровь пасхального Агнца, и эта кровь была защита их семей, их домов, их детей. Так же и кровь Христа для нас – это единственная надежда, это единственная защита в этом мире зла, защита от проклятия греха и от смерти. И здесь мы можем также увидеть удивительные такие параллели, важные уроки в том, как Древний Израиль праздновал этот праздник Пасхи. То есть, что они должны были делать, какие должны были быть действия ими произведены. В этом есть очень важные духовные уроки. Например, то, что именно Иссопом должны были они помазать эти косяки, эти перекладины дверей кровью. И Давид в Псалме 50, он также говорит о том, чтобы Господь окропил его Иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Это Псалом 50, 9 стих. То есть, Давид, когда согрешил, и когда Господь его привел к покаянию, он осознал, что только Бог может его очистить от греха. Только Бог может изменить его желания и сделать их чистыми и святыми. И он просит, чтобы Господь вот этой кровью, вот этим Иссопом, погруженным в кровь, чтобы Господь очистил его. Конечно, это символически, это не нужно было делать буквально, но это очень глубокий символ. То есть, той очистительной работы, которую Господь один может совершить в нашем сознании. И Давид это понимал, как никто другой. И также мы читаем об этом в Исход 12 главе, 22-23 стих. «Возьмите пучок Иссопа, обмочите в кровь, которая в сосуде, помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде». Кроме того, запрещалось в эту ночь выходить из домов. То есть, тот, кто ослушивался, нарушал это Божье повеление, они подвергали свою жизнь опасности. «И вы, никто, не выходите из дверей дома своего до утра», написано в книге Исход. То есть, были очень важные условия того, чтобы Господь спас и сохранил их жизнь. И также 23-й стих говорит, что «пойдет Господь поражат Египет и увидит кровь на перекладине на обоих косяках и пройдет мимо Господь, мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». И на языке оригинала вот это выражение «Господь пройдет мимо» это одно слово. Это еврейское слово «пысах», которое сегодня на русский язык оно дошло, как слово «пасха». И буквально оно действительно означает «пройти мимо». То есть, Господь вмешался, Господь защитил, Господь не дал Израилю испытать смерть. То есть, их жизнь и жизни их детей была спасена по Божьей милости на основании тех условий, которые они выполнили. Выполнили то, что Господь попросил их сделать. Также то, что этот агнец, которого они вкушали, то есть, с которого кровью они должны были помазать эти двери, этого агнца нужно было есть таким образом, чтобы его кости не были переломаны. То есть, это был тоже очень важный символ, исход 12 глава 46 стих. «И костей его не сокрушайте», то есть, этого пасхального агнца. То есть, это было буквальное пророчество, пророчество, которое исполнилось в момент распятия Иисуса Христа. То есть, кость его, да, не сокрушится. Обычно тем людям, которые совершали особо тяжкие преступления против римской власти, они были приговариваемы к позорной смерти, к пыткам на Христе. И для того, чтобы ускорить их смерть, им могли перебивать ноги. И так хотели поступить с Иисусом Христом, чтобы ускорить его смерть, чтобы он умер до наступления вот этого праздника, который иудеи хотели праздновать. Но пророчество исполнилось, им было запрещено это делать. То есть, это не было исполнено над Христом, чтобы исполнилось пророчество, и кость его, да, не сокрушится. И также исход 12 глава 8 стих, мы читаем о том, что Господь повелел, чтобы это мясо, этого пасхального агнца, оно было съедаемо с горькими травами, испеченное на огне, с пресным хлебом. То есть, оно, это мясо не съедалось с какими-то приправами, с солью обильно, с какими-то, может быть, соусами или чем-то еще, с лепешками жирными, но все было очень скромно, все было очень в таких стесненных обстоятельствах, чтобы напомнить Израилю навсегда, что это действительно было Божье вмешательство, что этому освобождению они обязаны только Богу. И цена их спасения была действительно очень дорогой. Это было действительно очень горько, потому что, с одной стороны, Пасха указывает нам на то, что Господь совершил наше спасение и избавление. И это радость, это действительно великая благодарность нашего сердца Господа, но, с другой стороны, это и горечь. Это горесть, потому что цена была заплачена невероятно большая. Это была жизнь Сына Божьего. И вдохновенное Богом Перо также пишет нам о том, что если бы израильтяне выполнили практически все условия, которые были Богом предусмотрены для спасения их жизни, но не выполнили хотя бы одно условие, они заплатили бы за это невероятно большую цену. То есть они бы могли потерять свою жизнь и жизнь своих детей. То есть их безопасность была только в том, чтобы строго выполнить то, что сказал им Господь. То есть каждая мелочь, каждая деталь была важна. Ничего нельзя было выпустить из внимания. И какой же был итог этого всего? Как мы знаем, фараон за свою гордость, за свое непослушание, он заплатил высокую цену, потому что и его первенец, и все первенцы в Египте, даже включая животных, домашних, были убиты в эту ночь. И это произвело то, что в полночь сделался великий вопль в земле египетской, как мы читаем в книге Исход. То есть фараон действительно задумался, что он сделал, на какой шаг он пошел, какую цену он заплатил за свое упрямство. И мы знаем, какая была реакция египтян. Они попросили фараона в эту же ночь, не ожидая утра, освободить Израиль и отпустить их с мира. То есть это было явное Божье вмешательство. Нельзя было списать это все на волю случая какого-то совпадения невероятного, на какую-то удачу, которая вдруг оказалась на стороне Израиля. То есть это было явное Божье вмешательство. И в истории Божьего народа мы видим, что такие события, они порой повторялись. То есть история могла повторяться. Господь неоднократно вмешивался в судьбу своих детей, когда их жизнь угрожала опасность. Мы можем вспомнить, как это явно произошло в одни царицы Исфирь. Как Бог руководил историей, что это малоизвестная девушка из малоизвестной еврейской семьи, как она стала царицей удивительным образом. И как Бог использовал ее для того, чтобы спасти жизнь целому народу. И мы также можем вспомнить в одни царя Иезекии, как это произошло, когда ассирийское войско, многочисленное, это была несколько соттысячная армия ассирийских воинов, которые были гордыми, надменными. Они не знали жалости никому. Они были изощренными в убийстве. И для них это было действительно способ также получить удовольствие. Они были в этом изощрены. И вот эта армия беспощадная, она пришла к стенам города Иерусалима. И посол царя ассирийского, его имя также упоминается в Библии, его называют Рапсак, он стал хулитями Бога Небесного. И указывает на то, что боги языческих народов не помогли их народам. И также Бог Небесный не поможет и Израилю. Это все напрасно надежда, говорил он. И реакция царя Иезекии, она действительно показывает, что этот царь, он понял, что здесь бесполезно надеяться на свои силы, на свою армию, на помощь каких-то, может быть, союзников. То есть здесь действительно народ оказался обречен. Если бог не вмешается, то есть гибели не миновать. И в 4 книге царств, 19 главе, мы читаем удивительную молитву царя Иезекии. И бог ответил на эту молитву. Какой был результат этой молитвы? То есть бог послал через пророка Исаии утешение, что твоя молитва услышана, Иезекий. Не бойся того, что он говорил. Не бойся того, как он злословил. Он не тебя злословил. Он не народ злословил. Он меня злословил. И теперь это уже дело касается лично меня. То есть я буду защищать вас, я буду защищать свой авторитет. И сегодня библейская археология подтверждает, что в этой местности были раскопаны тысячи черепов. То есть это были остатки этой сирийской армии. Сто тысячной. 185 тысяч воинов в эту же ночь. Без боя они лишили жизни. 4 книга царств, 19 глава, мы читаем 35 стих. И случилось, что ночь пошел ангел Господень и поразил встание сирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвы. И сегодня мы живем в такое время, когда дело коснется вскоре и современного народа Божьего. Когда нам будут угрожать, когда над нашей жизнью будет постоянно висеть опасность. И те люди, которые Бога не боятся, людей не стыдятся, они будут думать, что удача на их стороне, потому что в их руках сила, в их руках власть и все возможности делать то, что они хотят. Но Слово Божие предупреждает. Экклесиаст, 8 глава, с 11 по 13 стих. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Почему мы сегодня слышим такие новости, почему наше сердце, может быть, негодует, почему порой в нашем голосе дрожь, когда мы говорим об этом. Да, потому что кажется, что не скоро совершается суд. Мы можем видеть явную неправду и ложь, но кажется, что силы небесные никак не реагируют и не вмешиваются. И от этого люди, которые стоят на стороне неправды, им кажется, что им за это ничего не будет. Но Господь говорит, хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которое благоговеет перед лицом Его, а нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто неблагоговеет перед Богом. Но благо будет боящимся Бога, тем, которые любят Бога, которые служат Ему, которые возносят Ему искренние молитвы, отсекают своего сердца формальность, плохие мысли, гордость, сомнения. Благо будет боящимся Господа. И вот, когда Иисус стоял на рубеже двух эпох, когда наступило время и Ему стать уже не символом, а буквально жертвой, буквальным агнцем Божьим, Пасхой нашей Христом, Иисус собрал своих учеников, зная, что пришло Его время. Пришло время Ему, первенцу Божьему, отдать свою жизнь, чтобы Его дети, чтобы Его ученики, чтобы Его последователи пережили то, что пережил Израиль, когда эта беда прошла мимо их, мимо их домов, когда их жизнь и жизнь их детей была сохранена. Но Он знал, что этот удар, эту смерть, Он должен перенять на Себя. И в первом послании Коринфянам, 11 главе, мы читаем те слова, которые мы часто зачитываем, когда мы празднуем вечерю Господню. Это то, что Господь в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите сие из тела мое за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». И также чашу после вечера сказал, «Сие из чаши есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу, всю смерть Господню возвещаете, доколе он придет». И Господь вместо того праздника, который Он повелел своему народу праздновать из поколения в поколение, то есть этот памятник древности Иисус заменил на другой памятник. Этим памятником отныне стала вечеря Господня. Господь повелел теперь праздновать не Пасху, а праздновать вечерю Господню. Но, по сути, Он сам стал этой Пасхой. И необходимость в праздновании старого праздника отпала, потому что все во Христе окончательно исполнилось. И празднуя вечерю Господню, дети Божьи вспоминают не только события, связанные с распятием Иисуса Христа, но вспоминают также и будущие события. Или с надеждой ожидают будущих событий, когда Иисус вернется вновь. Как подобно Моисея, Он окончательно выведет народ Божий из этого Египта, из этого мира и даст полную свободу от греха, смерти, страданий, болезней и несчастья. И этот иудейский праздник в тот момент должен был окончательно уйти уже в прошлое, уйти в историю. теперь Господь дал нам повеление совершать вечерю Господь. И так же, как тогда в древности Израиль праздновал Пасху с величайшим благоговением, с трепетом выполняя те условия, которые Господь повелел им выполнить, с горькими травами они вкушали этого вагнца, они не должны были есть его с чем-то броженным, с продуктами, которые подверглись брожению, то есть там не шла речь о броженом вине, о дрожжевом хлебе, то есть все это должно было быть вынесено из их домов до того, как они праздновали Пасху. То же самое справедливо и в отношении вечери Господней. Господь повелевает нам исследовать наши сердца, и из наших сердец вынести все то, что может хоть как-то быть связано с грехом. То есть как Израиль должен был все продукты брожения вынести из своих домов, так и мы сегодня призываем их Господом оставить вот эту старую закваску и дать возможность Господу войти в наше сердце и сделать нас новыми, чистыми, подобными Христу. Потому что Пасха наше Христос. Он пролил кровь, которая одна может очистить нас. Очистить от обиды, от беспокойства, от неуверенности, от гордости, сомнений. Да, кровь Иисуса Христа это действительно Божьей силы, потому что это символ жизни Божьей, отданной для спасения нашей жизни. И в книге Желаний веков Вестница Божия говорит о том, что мы действительно всей своей земной жизнью мы обязаны тому, что Иисус совершил на кресте. Мы обязаны смерти Христа. Тот хлеб, который мы каждый день кушаем, он оплачен его плочью. Вода, которую мы пьем, она оплачена его пролитой кровью. И каждый раз, когда мы едим хлеб, когда мы пьем воду, мы всем этим обязаны телом и кровью Иисуса Христа. И то, что мы живем еще сегодня исключительно благодаря тому, что Христос стал Пасхой нашим, стал живой Пасхой. Он пролил свою кровь. Как же сегодня мы, христиане, люди, стремящиеся исполнить волю Божию, люди, ищущие Господа, как мы сегодня должны праздновать Пасху? Когда нас сегодня спрашивают, а вот адвентисты празднуют ли Пасху? Ну, конечно, адвентисты празднуют Пасху. Как же может быть по-другому? Но вопрос в другом, как мы ее празднуем? В первом послании Коринфянам в пятой главе седьмом-восьмом стихе мы не читаем о том, что мы не должны праздновать Пасху. Мы должны ее праздновать, но вопрос в другом, как мы ее празднуем? Станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. И причина этого тому такая, что Христос наша Пасха заклан за нас. Христос пролил за нас свою кровь. Есть одна история достаточно известная, когда на одном детском лагере христианском произошел такой несчастный случай, когда девочка получила очень серьезную травму и нужно было срочно сделать переливание крови, иначе бы она погибла. И у нее была редкая группа крови. И собрали людей, начали искать подходящую группу крови, но ее было недостаточно. И тогда обратились к детям, которые были в этом лагере. Дети, кто готов помочь, кто готов дать кровь свою вот этой девочке, которая может погибнуть. И никто не поднял руку, кроме одного мальчика, который поднял руку, но она у него дрожала. Он очень переживал. И когда все необходимые процедуры выполнялись, медсестра привела его в процедурную и должна была взять кровь, когда он увидел эту иглу, которая еще таких размеров иглу никто ему вену никогда не вставлял, он начал плакать. И она спросила, почему ты платишь? Все будет хорошо. И она была поражена, когда она узнала, этот мальчик сказал ей, он сказал ей, что он думал, что нужно всю кровь отдать. Представьте веру этого мальчика, он боялся, но он был готов отдать всю свою кровь ради этой девочки. То есть какую цену он был готов отдать ради спасения жизни вот этого другого ребенка. То есть это очень важный вопрос, а какую цену мы сегодня готовы в ответ предоставить Иисусу Христу за ту цену, которую Он оплатил за нас? На какую жертву мы готовы пойти ради Него? То есть это оценивается не потому, что мы даем, а потому, что у нас остается. Сегодня многие люди сосредоточены на празднике Пасхи и сегодня люди готовятся к этому дню, потому, что завтра будет завтра, да, апреля и многие люди в ожидании. Вот какое вообще значение смерти Иисуса Христа для нас с вами сегодня? Если вот эту картину немножко расширить в нашем сознании, это удивительно, но что вообще говорит нам Библия о смерти Иисуса Христа, что его смерть дала людям, которые жили в то время? Мы знаем, что рождение Иисуса Христа очень сильно повлияло на некоторых людей, по крайней мере, мы можем назвать имена Иосифа и Марии, то есть тех, кто был непосредственным участником этих событий. Мы можем также сказать о пастухах, которым явились ангелы, то есть на них это очень сильно повлияло, и на всю жизнь они запомнили это событие. Также волхвы, которые совершили такое долгое и опасное путешествие и пришли, чтобы принести подарки младенцу Христу. То есть жизнь этих людей была очень тесно связана с рождением Христа, и они испытали очень сильное влияние от этого события. Что можем сказать о жизни Христа? Какое влияние жизнь Христа оказала на его современника? Колоссальное влияние, по крайней мере на тех людей, которые непосредственно испытали на себе освобождение от нечистой силы, исцеление от проказы, исцеление от других страшных болезней того времени. Можем вспомнить имена Марии Магдалины, Лазаря, который был воскрешен лично Христом. Его тело уже разлагалось, но Иисус снова вернул его к жизни. Конечно, жизнь этих людей, она была тесно связана с жизнью Христа, и его жизнь колоссальная, громадное влияние на них оказала. Но как быть насчет смерти Иисуса Христа? Знаете, это действительно очень серьезный вопрос, потому что когда Иисус умирал на кресте, очень немногие почтили его. Когда Иисус был жив, за ним многие люди ходили, многие высказывали ему свое уважение, свое признание, но когда он был распят, когда его тело было открыто, когда оно было изувечено, когда по его телу, по его голове текла кровь, вот в этом Христе было очень трудно увидеть божественного посланника. И немногие таким увидели Христа в тот момент, когда он умирал. и если перевести это размышление на наше положение сегодня, то есть сравнить с нашей реальностью, в которой мы сегодня оказались. Когда все было в нашей стране благополучно, когда вовремя выплачивали зарплаты пенсии, когда была какая-то защищенность, то есть когда была какая-то стабильность, нам легко было видеть во всем этом Христа. Нам легко было совершать то, к чему Господь призвал нас. Но когда сегодня мы видим мрачные тучи, которые кажется все больше и больше накатываются на нас, согласитесь, нам уже гораздо сложнее увидеть Христа, так или нет. Нужно прилагать гораздо больше усилий для того, чтобы увидеть его, чем мы делали это раньше. чтобы поверить в то, что несмотря на окружающие нас опасности, трудности, Бог готов вмешаться. И Бог может вмешаться и совершить что-то важное, что-то даже сверхъестественное для нас, чтобы мы только поверили и не разочаровались в него. И давайте мы сегодня еще некоторое внимание уделим тому, чтобы пригласить, если можно так сказать, пригласим несколько свидетелей, которые принимали непосредственно участие не только в жизни, но и были свидетелями страданий Христа, были свидетелями его смерти, и они не отвернулись от Христа тогда, когда он умирал. Но они увидели в нем Божьего Вестника, они увидели в нем Божественного Мессию, когда его извеченное тело висело между небом и землей. Давайте мы вспомним с вами Никодима. Что мы знаем о Никодиме? Кто он был такой? Да, он был учитель Израиля. Иисус так ему и сказал, ты учитель Израиля. Кроме того, он был членом Верховного Совета, если можно так сказать, то есть входил в высший правительственный орган страны. Он был всеми уважаемый человек. Он имел положение, он имел уважение, положение, он имел влияние. Кроме того, он был очень богат. Его богатство было настолько колоссальным, что, как было подсчитано в свое время, на эти средства можно было кормить несколько соттысячное население Иерусалима в течение нескольких лет. То есть таких размеров было богатство Никодима. И вот нас несколько смущает то, что Никодим пришел к Иисусу ночью. И я думаю, что мы часто в этом видели укор в адрес Никодима. Вот он стеснялся того, чтобы все узнали о том, что он хочет поговорить с Иисусом. То есть он как-то скрывал свои истинные намерения. Он не хотел это как-то афишировать. И может показаться где-то даже, что Никодим был нерешительным, боязливым человеком, потому что боялся открыто приблизиться ко Христу. Но давайте мы ответим на следующий вопрос. А много ли мы находим людей, подобных Никодиму, с таким же положением, влиянием в одни Христа, которые открыто становились на сторону Христа? Можем ли мы называть таких людей? Фактически мы не знаем таких имен. Но мы знаем о том, что уже после воскресения даже многие священники приняли Иисуса Христа Мессией, то есть покорились вере. Но Никодим был одним из немногих, кто в момент общественного служения Иисуса Христа искал вообще хоть какого-то контакта с ним, пусть даже это было тайно. И поэтому с другой стороны, взвесив все обстоятельства, можем также проанализировать и сделать вывод, что Никодим все-таки был скорее осторожным человеком, чем боязливым нерешителем. то есть он стремился всегда принимать взвешенные решения, а не в порыве каких-то эмоций. И в этом мы видим также большой плюс, что пусть медленно, но уверенно он шел навстречу Иисусу Христу. Он собирал все необходимые доказательства, все факты, он общался со Христом, он задавал ему вопросы, он получал ответы даже на те вопросы, которые он стеснялся задавать, как мы знаем. И что дала вот эта ночная встреча Никодима с Иисусом? Она дала на самом деле многое. И мы даже видим, что на примере таком иногда нам хочется, чтобы люди, которым мы проповедуем, чтобы они как можно скорее принимали истину, чтобы как можно скорее какие-то всходы появлялись, чтобы какие-то плоды как можно скорее проявлялись. И когда мы этого не видим, мы порой какое-то разочарование испытываем. То есть мы готовы уже оставить этих людей и идти дальше. Но прошло долгих три года, прежде чем Никодим открыто встал на сторону Христа и исповедал его своим Господом. Но в течение этих трех лет они не прошли впустую, Никодим готовился. И скажите, когда вот сегодня, сейчас я имею в виду, в этот весенний сезон, мы что-то сажаем, мы ожидаем, что уже завтра что-то взойдет и принесет плоды, какой-то урожай. Нет, мы понимаем, что пройдет не один день, неделя и даже может быть месяц, прежде чем картошка принесет какой-то урожай. А если мы сажаем деревья сегодня, а мы их сажаем, то мы понимаем, то мы понимаем, что это даже время не одного года, чтобы вкусить эти прекрасные плоды сочные. То есть должно пройти время. И то же самое в отношении людей мы можем сказать. У каждого свое время. Кому-то требуется может быть месяц, а кому-то требуется несколько лет для того, чтобы взойти и принести плод. Но это не значит, что Господь отворачивается, Господь оставляет таких людей, но Он продолжает трудиться. Да, путь Никодима к Иисусу был не очень скорым, но достаточно уверенным. И мы это видим даже из того, что когда собрались члены Верховного Совета, то есть правительства иудеи, для того, чтобы придумать, что же им наконец-то сделать со Христом, как остановить Его общественное служение, потому что им казалось, что Иисус крадет у них то влияние, которое они оказывали на народ, то есть крадет их авторитет, уважение со стороны людей. То есть они видели в Нем серьезного конкурента, и они пытались что-то наконец с Ним сделать. И когда они советовали, что же им делать, единственный, кто вступился за Христа, это был Никодим. Мы читаем об этом в 7 главе Евангелия Теана, 50-й и 52-й стих. Никодим, приходивший к Нему ночью, будущий один из них, говорит им, судит ли законность человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает. И в адрес его посыпались обвинения, не являешься ли ты тайным учеником, а может быть и ты тоже из Галилея, как Иисус, может ли что доброе быть из Галилея, сказали ему ответы. Но в итоге мы видим, что когда даже ученики Иисуса разбежались и оставили его, Никодим пришел к Иисусу, и 19 глава от Иоанна 39 стих пришел также и Никодим приходивший прежде к Иисусу ночью и принес состав из смирной и алоэ литр около ста. То есть колоссальный запас благовония Никодим принес очень это стоило больших денег, чтобы достойно было совершено погребение Иисуса Христа. И тот, кто родился в хлеву, тот, кто сказал о себе сын человеческий не имеет где преклонить голову, хотя даже лисицы имеют норы и птицы гнезда, был погребен с величайшими почестями. И это было также исполнением древних пророчеств, которые были задолго до того сказаны. Мы видим, что действительно это было очень постепенное, медленное, размеренное восхождение в гору, но оно не было напрасным, потому что плоды в свое время действительно проявились и принесли большое благословение многим людям. И сегодня пример Никодима он тоже может быть вдохновением для тех людей, которые осторожны, которые прежде чем принять какие-то важные решения, они хотят иметь все доказательства, все факты. И Господь на стороне этих людей, Господь их не отвергает за их осторожность, но Господь желает их принять. И пример Никодима здесь также является важным уроком и для нас, и для таковых людей. Еще один свидетель, если можно так сказать, которым мы можем пригласить сегодня, тот, кто также не отошел от Христа, когда он умирал на кресте, это был Иосиф из Аримафея. Что мы знаем об этом человеке? Очень немногое. Мы немногое знаем о его происхождении, о его каких-то заслугах, но мы знаем, что примерно он был такого же положения, как и Никодим. Он тоже был влиятельным, богатым, членом Верховного Совета, уважаемым человеком. И в Луке, в 23-й главе 50-м стихе и дальше мы читаем, что он был человек добрый и правдивый, хотя он открыто не выступал на стороне Христа во время его общественного служения, но тем не менее, он не участвовал в том заговоре тайном, который составили члены Синедриона. Хотя он был членом этого Совета, но он не участвовал в этом заговоре. И он пришел к Пилату, когда Иисус уже умер, и просил его тело. Давайте мы задумаемся над таким важным вопросом, был ли какой-то риск обратиться к Верховному Правителю, по крайней мере, в данной местности, в данном регионе с такой просьбой. Был ли какой-то риск для него? То есть Иисуса объявили преступником, всеми уважаемые люди этой страны объявили Христа преступником. Они добились от прокурора главного, которого все боялись смертной казни для Христа. И вот появляется некто именем Иосифа из Алимофии и говорит Пилату, дай мне это тело, чтобы я его похоронил. Конечно, он рисковал. Он рисковал разделить даже разделить участие Иисуса Христа за такую смелую просьбу. И возможно, Никодим и Иосиф ничего значительного не сделали для Христа, когда он был жив. В отличие, например, от Марии, которая хотя бы видимым образом выразила свою веру, то есть поддержала Христа в самый тяжелый момент. самое дорогое, что у нее было, она дала Христу, когда он был еще жив, когда он мог это все ощутить. К сожалению, может показаться, что Никодим и Иосиф этого не сделали и, следовательно, потеряли очень большие возможности. Но на самом деле Никодим и Иосиф совершили нечто очень важное. Как я уже сказал, они исполнили то древнее пророчество, которое было сказано в отношении Христа. Это Исаии 53, глава 9 стихи. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Иисус, который умирал такой тяжелой и даже, можно сказать, позорной смертью, он умер, он был погребен с величайшими почестями. И об этом позаботились Никодим и Иосиф. И этим своим жестом, можно сказать, они признали то, чего они боялись признать в одни жизни Христа, что они открыто теперь выступают на стороне Иисуса, что они его не тайные теперь, а явные последователи. И интересно то, что тот гроб, который был положен Иисус, это была гробница, которую Иосиф приготовил для себя и для членов своей семьи. Интересно, что в то время был распространен древний обычай, что обычно семью хоронили в одном месте. Об этом мы читаем также в первых книгах Библии, потому что вся семья Авраама практически была похоронена в одном семейном склепе. И в этом склепе было первое отделение, где над человеком плакали, его мазали благовониями, а дальше было много отделений, где ложили членов семьи по очереди по мере того, как они уходили из жизни. Но в этой гробнице Иисус был первым и последним. Что это значит? Это значит, что в жизни Иосифа Иисус был достоин самого лучшего. Иисус был первым в том, что принадлежало Иосифу. То есть Иосиф понял, осознал, что значит слова Пасха Наша Христос. Он понял, что Иисус сделал для него, какова цена той крови, которую он пролил за него. И сегодня мы можем спросить себя, а насколько я отдаю Иисусу самого себя? Сколько я готов отдать Иисусу? Готов ли я отдать Иисусу все первое в моей жизни, все самое лучшее? Или же только лишь то, что останется после меня? И пример Иосифа является также важным примером, потому что он побуждает нас задать вопрос, во сколько мы сегодня оцениваем живую Пасху Иисуса Христа умершего за нас и воскресшего? Еще один пример это разбойник на кресте Что мы знаем об этом безымянном человеке? Мы не знаем ничего о его происхождении, мы не знаем ничего о его имени, мы знаем только, что эта личность 100% она пережила очень важную кардинальную перемену в своей жизни, когда встретилась со Христом на кресте. То есть смерть Иисуса Христа, то, как умирал Христос, очень сильно повлияло на жизнь этого человека. И хотя там на кресте жизнь разбойника тоже закончилась, но он ушел совсем не так из этой жизни, как его друг, который умирал на соседнем кресте. И мы знаем также, что этот разбойник был представителем можно сказать рода деятельности или профессии достаточно древней, известной, потому что с древних времен были люди, которые не боялись покушаться на чужое имущество, воровать, красть что-то у других людей. И интересно, что в еврейском для обозначения вот такой группы людей было два слова. Первым словом обозначались люди, которые делали знать это тихо, незаметно, ночью. Иисус говорит, что ворь приходит для того, чтобы украсть. И вот еще слово тать хорошо нам известно. То есть тот, кто ночью приходит и тихо делает свое дело, не афиширует. Интересно, что от этого греческого слова происходит название такой мании, как клептомания. Это своего рода такое психическое заболевание есть. То есть люди, которые тихо это делают. Но еще было одно другое слово для обозначения такой группы людей. И здесь действительно оно больше подходит для описания того, кем был этот разбойник на кресте. Это грабители, которые не боялись это открыто делать. То есть совершали открытый грабеж, нападение на людей. И если ты не согласен добровольно отдать то, что мне нужно, то я это силой все равно тебя заберу. То есть представителем вот именно такой группы людей был этот разбойник, которые не тихо и незаметно, а открыто это делали. И мы можем сказать, что Иисус достаточно часто пересекался с подобной группой людей. Потому что местность, где вырос Иисус, это была Галилея, которая имела дурную славу. Это было рассадник преступников, воров различных, разбойников. То есть не самый лучший контингент. То есть в такой же обстановке похоже вырос и этот человек, молодой разбойник. И интересно то, что Иисуса Христа, который умирал вместе с этими двумя разбойниками, его тоже причислили к разбойникам. Мы читаем, злодеям причтен. И когда Иисуса пришли взять под арест, мы читаем о том, что Иисус говорит, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Я каждый день открыто проповедовал, учил, и вы открыто не пришли, не сделали этого. То есть вы как на разбойника вышли на меня. И интересно, что они вдвоем, вот эти два разбойника, распятые по левую и по правую сторону от Христа, они вначале также считали, что Иисус злодей, они его злословили, они его всякими нехорошими словами обзывали. Но удивительно, что наступил момент, когда один из них остановился, он перестал что-либо говорить, он прислушался к тому, что говорил в этот момент Иисус. А что Иисус говорил? Это были слова, которые перевернули полностью все сознание этого разбойника, этого молодого человека, который прожил вот такую бесславную жизнь с таким бесславным концом. И мы можем предположить, что это были слова, которые записаны в Евангелии Туки 23 главе 34 стих. Отче, прости им, ибо они знают, что делают. И в следующий момент этот разбойник, который только что еще злословил Христа, но теперь он услышал нечто, что глубоко поразило его, что перевернуло его сердце, он остановился, задумался, он изменен был этими словами Христа. И теперь он уже становится на защиту Иисуса и своему коллеге, если можно так сказать, он говорит, остановись, перестань, или ты не знаешь, что мы достойное по делам нашим сделали, а он ничего достойного смерти не сделал. Перестань говорить такое о нем. И действительно разбойник в тот момент ощутил ту силу, которую он раньше не знал. Что раньше он знал какую силу? Силу ненависти, силу насилия, когда сильный побеждает слабого, силу оружия, вот то, что он знал, но то, что изменило его сердце и последние минуты его жизни, это была сила божественного прощения. Отче, прости им, ибо они знают, что делают. И в следующий момент он уже признает, что он действительно виноват. Он виновен в том, что он совершал, и он понес достойно наказания. Он не пытается как-то оправдать себя. И здесь мы можем выделить те важные шаги, которые проходит каждый человек на пути к Богу. Первый шаг это признание того, что я обречен, я обречен на смерть. И спасение любого грешника, оно начинается с этого признания. И силы для моего спасения у меня нет. Кто-то должен мне помочь, протянуть мне руку. И без этой помощи из меня я погибну. И разбойник это понял. Следующий шаг, он признает свою вину, он перестает оправдывать себя и злословить других. Он говорит, мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал. Это третий шаг. Признание того, что Бог невиновен в том, что я прожил такую жизнь, в том, что я несчастен, в том, что я столько зла натворил. Бог невиноват. Бог не несет за это никакой вины. Это оправдание Бога в сердце моем. И понимание того, что Иисус умер вместо меня, но он невиноват. Он умер не за свои грехи, не за свою вину, а за мою. И четвертый шаг. Это то, что он был готов перед всеми засвидетельствовать, что Иисус его спаситель. Господи, помяни меня в царстве Твое. Иисус ему отвечает, сегодня же говорю тебе, ныне же говорю тебе, сейчас говорю тебе, не потом когда-нибудь, а сейчас говорю тебе, что ты будешь со мной, ты будешь со мной в вечности. Еще одна личность, которая засвидетельствовала о том, кто есть Иисус в момент его смерти, это был римский сотник, профессиональный убийца, воин, который за это получал деньги, делал свои дела без сожаления, который руководил процессом унижения Христа, его распятия. В тот момент, когда он увидел, как умирал Христос, он не побоялся перед всеми сказать, истинно человек сей был Сын Божий. Мы не знаем его дальнейшую судьбу, но этот человек он исповедал Иисуса в тот момент, когда другие боялись это сделать открыто. Но и множество других людей, которые были свидетелями этого зрелища, если можно так сказать, это был народ, который сошелся на это зрелище, видя происшедшее, когда они стали свидетелями этого всего, они возвращались обратно в Иерусалим, и многие из них не находили себе покоя, они были смущены. И еще одним из участников этих событий это был Симон Кириньянин. Это был тот человек, которого заставили нести крест Иисуса Христа на Голгофу, потому что Иисус уже был не в силах это делать. И в книге «Желание веков» мы читаем о том, что для Симона это стало большим благословением. Раньше он не верил в Христа, но когда он понес на себе тот крест, который должен был Христос нести, он впоследствии понял духовный смысл этого события. И он впоследствии добровольно взял этот крест на себя, хотя это стоило ему жизни. И впоследствии вот эти примеры этих людей, особенно это проявилось в день Пятидесятницы, Пятидесят дней спустя после воскрешения Иисуса Христа многие сотни, тысячи людей открыто признали Иисуса Христа и покаялись. И даже многие руководители, священники, они покорились написанной вере. И чего им это стоило? Наверняка Никодиму, Иосифу и многим другим людям, которые раньше были при положении, при власти, это стоило очень многого. Но они были готовы заплатить эту цену, и они ее заплатили, потому что многие из них пролили свою кровь, когда уже из них сделали зрелище в римских амфитеатрах, когда их отдавали на сидение диким животным. И сегодня, когда мы размышляем об этой Пасхе, когда мы размышляем о том, что сделал для нас Христос, когда мы размышляем над этими примерами людей, которые стали не только свидетелями смерти Христа, но и его последователями, открытыми последователями, которые были готовы заплатить столь высокую цену, сегодня каждый из нас может также стать под крестом и открыто выразить свою веру в то, что наша Пасха Христос, что мы готовы праздновать ее, но не сопресноками порока и лукавства, но сопресноками чистоты истины, а это значит, что мы готовы принять ту кровь, которая была пролита ради нас в очищении грехов наших, мы готовы отдать Христу наше сердце, мы готовы отдать Христу то, что нас еще удерживает, что возможно когда-то удерживала Никодима, может быть что-то материальное, может быть какие-то наши планы еще сдерживают нас, Господь сегодня призывает нас, чтобы мы приняли Иисуса Христа не как мертвую Пасху, не просто как пустой какой-то обряд, но чтобы мы приняли живого Христа, чтобы каждый день мы праздновали эту Пасху вместе с Иисусом утром и вечером, каждый раз, когда мы садимся за стол, когда мы вкушаем хлеб физический, воду пьем, когда мы Слово Божие открываем, чтобы мы приглашали Христа нашу живую Пасху, чтобы мы вкушали его тело и пили его кровь. И Господь говорит, что нам это нужно делать каждый день. Конечно, мы понимаем, что это символ, но это очень важный символ. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос закон за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порокой лукавства, но сопресноками чистоты и истины. Давайте будем молиться. Любящий Господь, мы недостойны того, что ты совершил ради нас. Если бы мы были достойны, Господи, то твоя жертва, она была бы напрасной, но именно потому, что мы недостойны, ты пошел на такую величайшую жертву, ты заплатил такую высокую цену, потому что кроме тебя нам некому было помочь. Прости нас, что порой мы забываем о том, в каком отчаянном положении обреченном мы находились, и что сегодня ты поднял нас, Господи, ты очистил нас, и сегодня мы уже находимся в другом положении, в другом статусе перед тобой. Но прости нас, когда мы начинаем превозносить себя, Господи, над другими людьми, над братьями, сестрами нашими. Прости, когда гордость, когда формализм проникает в наши сердца, когда Христос, Пасха наша становится для нас чем-то обыденным, повседневным, Господи, прости нас. И мы просим, чтобы ты оживил нас, Боже, чтобы ты выбил нас из этого духовного прозябания, оцепенения, из этого египетского рабства Божия, в котором мы порой сами добровольно оказываемся. Дай нам быть воистину свободными в тебе, Господи. Просим тебя о том, чтобы ты в это сложное время помог нам уповать на тебя, на твою божественную силу, силу прощения и силу Божьей любви. Господь, мы отдаем тебе наши сердца. И мы просим, помоги нам быть готовыми уже сейчас отдать тебе все самое лучшее, самое первое, что есть у нас. И быть готовыми заплатить даже самую высокую цену Божию, потому что ты любишь нас, и никто нас так сильно больше не будет любить, ты достойна этого. Если нам еще трудно, Господи, так молиться и принять такое решение, мы верим, что ты можешь нам помочь, и только ты можешь это сделать. Мы доверяем тебе и просим возможно, как это было с Никодимом, нам нужно еще время, и мы еще пока осторожны. Помоги нам, Господь, не упустить это время, но, Господи, узнать это время и доверить тебе свою судьбу, Господи. Мы благодарим тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok